Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 224. События дня. Книга пророка Исаии, 8 глава, 10 стих. Замышляйте замысла, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. За 23.07.2016 года. Вот здесь между восьмеркой и десяткой должна быть двоеточие стоять, но система не пропускает в заголовке. Потом будет проставлено. Далее сами считайте. Вот у нас гонения какие, на лагере и прочее, Роспотребнадзор, все это инициировала группа Исам Дворкин. Для нас этот Дворкин известен. Нападает на кришнаитов. Нагни кришнаитов. Он на нас нападает, на православных, даже на детский лагерь. Это четвертый раз он на меня наезжает. Представляющий христианство в дурном свете. Злобные слухи, сплетни, разрушительные клеветы. Вот вчера пишет название, я не понял, что означает ЖДЭК. Жалко, что события дня на Ютубе публикуются с опозданием в 10 дней. Сегодня 23. События. Отвечаю иначе никак. Отсылаю в город раз в неделю готовый материал. Ваше сообщение будет через неделю полностью. И так будет до 10 октября. Благодарю за статью. Да благословит вас Бог. Статью они поместили о нас. Пишет мне, один посещаемость канала нашего в связи с последними событиями возросла. Был 11-12 тысяч просмотров за 24 часа. Единицы измерения Ютуба. А сейчас гляну более 50 тысяч просмотров за 48 часов. Я говорил, когда Дворкин там выступили, женщине дали одной. Составил Дудин Сергей. Ну, всякую пакость там говорили. Посещаемость на следующий день возросла в 20 раз. Ровно в 20 раз. Так что любая антиреклама есть реклама. Сергей Игнатов. Спасибо, Хрисос Игнатий Тихонович. У меня отец Егор Васильевич. А у меня дед Егор. Внешне был похож на тебя лицом. Я любил его, и он меня. Поэтому, когда я увидел тебя, то у меня сразу расположилось сердце. К тебе меня Бог привел, потому что я искал его. Слава Богу, что я через тебя учусь видеть мир во свете Библии. И поступать по его уставам из-за победы. А мне еще очень далеко до совершенства. Но я рад видеть живой пример для подражания. Спаси тебя Бог. Ну вот он открыто говорит. Я не знаю, прятать его, не прятать. Сергей Игнатов. Я знаю, что эти недруги наши, они их сразу выискивают и начинают заливать пакостью. Особенно сейчас свирепствуют Скоротовские из Америки. Заслание с избаптистов. Совершенно бесталантный человек. Ничего нету. Такими ярыми словами, пакостью, там и упырь. И еще, то есть, по всей вероятности похудел Духа Святого. Так не может говорить даже нормальный человек. Вот 50 отзывов. Но все положительные, все сочувствуют. Нет, наконец-то добрались, его убьют. У меня были такие, злорадствовали. Бог уничтожил их всех. Это 98-й год был у нас сильной нападки. 15 комиссий краевые было. Главный, кто инициировал, все, тут же умер инсульт. Дружине Геннадия Петровича, подполковник милиции, который писал статьи. Лучший журналист считался московского комсомольца на Алтае. Самольцев Александр был найден где-то убитым в подвале или что-то такое. Там профессура была задействована. Профессора малыши малолетки остановили, ножами изрезали весь зад ему. Ну и вот такая вот, полный разгром. Кого с работы выгнали? Вы сами на себя накликали. Вот есть такой фильм, посмотрите. Дуэль музыкантов. И когда он вызвался, составитель или изобретатель джаза, этот говорит талантливый человек, говорит, ты сам напросился, козел. Я все время эту фразу вспоминаю. Вы сами вылезли, я вас не просил. Я на ваши каналы не знаю, есть ли они вообще. Не нападаю. А как я буду нападать? Чужой дом? Нет. Здесь он лопается, он не может. Я сказал, ты никто. Зачем ты пришел из баптистов, если они церковь признаются? Церковь, а епископата нет. Он не может скрыть. Я его сразу разоблачил, и он начал лютовать, как засланец. Его видно. И рвется в священники. Запомните, Скуратовский. Это, видимо, правнук Скуратова, душителя, митрополита Филиппа. И в крови у него вот это вот душить. Ну, я не митрополит, поэтому помельче, говорит. Ростом пониже, духом пожиже. И я, и он. Как будто какой-то бурюк с вонючей водой проткни, и из него вот это все льется. И он точно так же. Везде выступает, где-то говорит, а сам ничего не знает. Страха Божьего никакого нет. Ну, покажи у тебя детский лагерь. Ну, давай тогда сравним, как ты воспитываешь. Нету. Покажи деревню православную. Нету. Покажи книги. Покажи, как ты страдал за Христа по тюрьмам. Шел. Ничего этого нет. Я с чем сравнивать-то буду-то? Я вижу, просто нахал. Как-то беседовали. Что-то там ребенок закричал. И говорит, всегда развалившись в кресле. Одни ноздрюльки только видать. Отошел. Я сейчас подойду. Я его жду двое суток. На третьей сутки явился. То есть пренебрежение. Ну, были разговоры хорошие. Я ему книги посылал. Сатана забладел полностью. Лариса Медведева. Игнатий Тихонович, вы же знаете, что евреи признают Христа. Родные песни вам еврейские. Потому что верующий – духовный Израиль. Я написал, слушай еврейские песни. Я не понимаю даже. Но внутри меня голос родной и близкий. Есть такой рассказ. Это у меня помещенный. У матери, у нее была одна только дочка. Больше никого не было. И вдруг она потерялась. А через город проходил табор. Еврей этот, цыганский. Ну, сколько она не плакала. Ее сокровища. Ей лет пять было. Через два, кажется, года прибежала соседка и говорит. В городе там остановился табор цыганский. Я видел вашу дочь. Ну, остановили табор. Вынесут решение. Девочку отдать матери. На неделю или на месяц. Если она признает ее матерью, значит, тогда она останется. А если нет, судья говорит. Ну, тогда на анализах не было ДНК, крови, резусы. Ничего не было. Мать все делает. А она время от времени перебирает игрушки и спрашивает, а когда мы к маме пойдем? Для нее мать была эта грязная цыганка. Мать ничего не могла сделать. Она сидела и заливала. Вся ее надежда, радость была в нем. Надеяться, что вся моя надежда на детей, во-первых, нельзя. Это вредно для детей. Я с целью жизни полагаю в детях. Это самое большое разочарование ждет. Ты полагай жизнь во Христе. Дети тебе не принадлежат, а Богу. И делай все для них по Евангелию. Обращайся, как положено, строго. Дочери веселого лица не показывай, Сирахов говорит. Воспитывай как надо. И тогда, когда в другой комнате была мать, она запела колыбельную песню, которую она ей пела, когда та была в люльке. И вдруг девочка соскочила, бросилась на шею к ней, закричала, «Мама!» То есть запор был сломан. Вот так сейчас в людях. Сознание людей помрачено. Они забыли голос Отца Небесного. И нужно его тронуть святым Евангелем, святой Библией. И тогда душа воскликнет, «Отче наш!» Сущий на небесах с верой, а не просто сказать. И вот здесь во мне, во мне я свои чувства говорю. Еврейский мотив песни, хотя я в Израиле не был, еврейских песен не слушал, но они особо во мне находят отклик. Вот слушаю я другие, где-то религиозные, хорошие, понятные, но вот это струнки не задевает. Еврейская песня, еврейские мальчики поют, мужчина там, во мне что-то вот этот отзыв. Душа моя кричит, это он. Этот язык близок, видимо, к тому языку, на котором говорил Адам, Христос, сегодняшний язык. Ибо не хочу оставить вас, братья, в невидении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, римлянном 11.25. Лариса, я полностью согласен, так именно и думаю. Но Израиль пошел другим путем. Для него Бог сделал сам ОМОНа, вот этот телец золотой, везде только грабит, грабит. Я, гляжу, вот этот, я еще не знаю, кто все эти новые организации, цены повысить на дорогах, штрафы, Роснадзоры, как названия какие. Вот сейчас, если кто-то благовествует, а нет возможности, там справку достать у него до миллиона. Это все еврейские штучки, как Никита Михалков говорит в фильме 12. Еврейские штучки, золото, где начинает вот так рвать, все, а у меня пенсия 6523 рубля, но за 35 лет стажа, то понятно, что какая же тут совесть, у него миллиарды, в одну ночь разграбили всю Россию, 72 года трудились за палочку. И вдруг в один день, в одну ночь, все это братья, мы согласились в Америке, и такую громадную страну разворовали, и продолжают сейчас все выкачивать из нее. Кто? Ну зачем скрывать-то? Все фамилии, все еврейские, Березовские. Скуратов был, как он, генеральный прокурор, или как назвать в России, как-то Березовском, Бориса Абрама еще спросил, говорит, а почему ты в Израиль не едешь? А там газеты, кажется, известие было. А он отвечает, мало удовольствия, утром проснуться и думать, как 6 с половиной евреев думают тебя обмануть. А что они обманули там на сотню, или сколько людей разделили весь Советский Союз, А это нормально все. За это отвечать же придется когда-то. в Израилье. Ну вот, вчерашний день с чем для нас был примечательным? Суббота. Идут дожди, грозы, каждый день. Только скользят траву, пропала трава. опять все промокает, прорастает, прорастает, взять нельзя. Дня нету без дождя. Вот пока говорил, тут кто-то еще зашел. Сейчас я гляну. Кто это? Куда? Срочно. Слуги-то не царевы. Не есть власть, если не от Бога. Вот так. Сейчас посмотрим. Это срочно, это Игла Игнатия. 1161 просмотр. И вот тут отзыв, отклик, как называется. Не от Бога. Разве даст государь попущение таких над своим народом. Ну, правильно, но я имею в виду царевы, это руководство. Обратив всех гонителей на покаяние, петиции медведеву, Путину, одели лапки по лагерю Стану, Ростком Надзора. Подписываюсь под каждым словом. Молимся за вас всех. Уголовный не будет, статят она меня, так как никто не пострадал. Интересно, дежурили полицейские круглосуточные, когда лагерь разогнали 18-го в 22 часа ночи. Дети одевались и бежали в степи, а перед ними с полохами полыхает небо, гроза. Вообще кадры страшные. И дети бегут растрепанные, с постели поднятые полицейские в полутьме. Это чего-то стоит. И ушли. Я сегодня думаю взять интервью оставшихся детей, которые перешли в деревню, уезжают, их уже нет. как это, что они чувствовали, когда поднимали. Мальчиков быстро подняли. Они убежали и в кадры не попали даже. Спрашивают, а где мальчики? Мальчики вперед убежали. Хочу собрать всех и интервью записать. Не будет уголовное. Так вот, им нужны были адреса детей. Адреса, требовали адреса. Но какое отношение адреса детей имеют к санитарным нормам или где-то? Дети здоровы. Адреса. И тут же проявилось. Эти адреса просили первые, я дал, все надиктовал, телефоны. И они в этот же день стали бомбить родителей, отнять детей, забрать непеременно. Это приезжают и говорят, возможности нету, угрожают отнять. Ну, некоторые, как саникола Лариса Григорьевна, та отбрила их и больше они не лезли. И дети остались. А остальные приезжают, они не знают. И полицейские дежурят, дети бегут, они должны были кого-то в темноте видимо схватить, выдавить из него адрес, больше ни для чего. И тогда приходят на дом, и мне говорит не один человек, не один. То есть, заранее список моих преступлений, я не знаю даже до конца что там. Как правило, это педофилия, жестокость, измерения, если не то, так другое. Там, видимо, изъятие органов, что там было. Ну, несовместимые с нормальным образом жизни условия в лагере у меня. И подпишитесь. Те говорят, родители до этого нет. Мы сами там были, там прекрасно, дети каждый раз просятся туда. Подпишитесь, иначе у вас проблемы будут. Я не люблю слово проблемы, повторяю всегда. А то уже что, подбивают на лжесвидетельство сотрудники Краевой прокуратуры Алтайского края. Прошу, кто слушает, помогите разобраться в этом деле. Кому это сообщить? Как это? Куда годится? Лагерь закрыли. Ну, как не закрыли? Там разогнанные, бежали оттуда. Детей я не могу отдать. Пришлось через несколько дней, через неделю, почти спецмашину вызывать для детей, увезти в город. Приехал. Это все наши дела уже после. И все это инициация была Дворкина. Дворкин постарался. Они в рождественских чтениях, говорят, Роспотребнадзор, надо написать, зашумели. У нас есть аудиозапись, как они там это все вели. Благодарю того, кто сделал. Вот. Вот сколько отзывов. Слово лагерь надо убрать. Иной суть человечески, иной Божьи. Ну, ничего не убрать. Представьте, вот столько беда, и в это время Скоротовский влазит и пакости пишет, злорадствует. Наконец-то этого там лжепроповедника, лжемиссионера, там упыря всякие словами говорю. Да какой он верующий? Он даже не человек, а ты какой-то демон. Злорадствует, что детей разогнали среди ночи. Он видит, и под этим ужас один. Кто-то, если в Америке имеют, в русско-православной зарубежной церкви числится-то, потрудитесь над этой падшей душой, развращенной сатаной. Даже осел под тяжестью пал, врага твоего, и тогда его развьюсь, подними. А здесь наоборот, злорадствует вот этот предатель. И вот каноны таких отлучают на 20 с лишним лет от церкви. Он не знает этого. То есть, он сотрудничает с лютыми врагами, с гонителями. вот что еще тут проверить надо. Пусть все смотрят. Что-то тут смотрят, тут надо посмотреть. Вот, если я надавлю, получится, не получится. Что тут смотрят? беспредел полицаев. Беспредел. Путина реже. успокоить своих псов. Это кто-то составил. Это наш детский лагерь. Я только составил по лагерю. Значит, мы сейчас для обеда это никак. Начнем, что говорить? Да у нас дежурный за обедом. У нас обед сегодня сдвинутый. Обычный. Это наш детский лагерь. Что к ребенкам здесь? Еще нету? Обман! Ой, как. Показать, как это мы, видимо, тренировку вели или еще. А где Игнатий Тихонович вратите? Полиция учетковая. Здравствуйте. Штокина фамилия. Добрый день. Разговариваете? Ой, как пришли. Смотрят. Пузатые, сыпьи, довольные, легли спать, а дети в ночь убегают в грозу. Видите, что? Это чтобы смотреть, составили люди из наших роликов. Псы. Прямо называют псы. Это не наше название тот кто. что у нас. Это мой мир. Много. Петиция Медведеву. как они там подписи собирают, что это даст, не знаю ничего. Кроме того, у нас большой православный форум. 1592, кажется, темы. Вот это видеоканал. Вот сегодня выставил я поменьше. это что у меня 5, 6, 7. 7 роликов выставил. Вот этот утро до завтрака уже 10 человек посмотрели. 8, 4, 10 минут назад. Так. Ну и самое большое сокровище всего это сайт по Свети Библии. Хотите о лагере больше узнать, вот здесь надавите для Слова Божия нет уз. и там про лагерь заголовок откроется. Вот я надавлюсь и сейчас смотрите. Вот пошло содержание книги. Книга из-за одних документов практически вся. И вы найдете лагерь Стампотеряевки. Все здесь только много всего написано. Только войдите в это. А теперь что-то наш лагерь Стампотеряевки. То я нажал его. Все мгновенно пошло. Все это было. Было гонение. И главное в этом во всем. Вот это вопросы 4124 ответа. Вот все на один день. Вот баня в субботу мы валили и большая ветка отломилась от дерева и провода идут. И как мы много времени потратили часть дерева спилить чтобы провода не порвать. Трудно было. Теперь дальше надо все свалить. Еще опасное дерево при повороте из лагеря. Огромный огромный тополь. Не знаем как его свалить. Просто страшный огромный богослужение. Отчет сзади события дня. Богослужение прошло. Еще не прошло. Уже гром гремит. Молния. Все это видно. Проповедь златоуста батюшка отец Аким считает. А его снимает и дождь этот. И дети домой идти деревенские взрослые разулись под мышки свои обувь тапочки и бежать. Дождик уже стал затихать. Так интересно все это. Ну вот на этом и все на сегодня. А что за этот день? Богу нашему слава в веки веков. Аминь. Немного до начинаем. Аминь. Продолжение следует...